всем привет я вам уже показывала как приготовить дрожжевые рулеты с ореховой начинкой и в комментариях многие просили покажите как сделать такие же рулеты но с маковой начинкой оказалось что многие не знают как приготовить вкусную маковую начинку сегодня мы это как раз с вами провернем и приготовим и начинку и потрясающие вкусные а главное нарядные рулеты ну а с вас сейчас подписка лайк и погнали и для приготовления дрожжевого макового рулета нам понадобится для теста мука пшеничная хлеба пекарная высшего сорта просеянная 500 грамм 200 грамм воды или молока одно яйцо 120 грамм сливочного масла дрожжи сухие 7 грамм если будете брать живые прессованные берите в три раза больше то есть 20 грамм сахара 50 грамм соли 3 грамма и соды тоже 2-3 грамма зачем нужна сода расскажу чуть позже для маковой начинки берем мак 150 грамм молоко 250 грамм сахар 150 грамм белок одного яйца а желток нам понадобится чтобы смазать рулеты сверху и желток мы разбавим небольшим количеством самой обычной воды понадобится чайная ложка 5 грамм начнем с приготовления маковой начинки мак промываем затем процеживаем через очень мелкое сито или хлопчатобумажную ткань затем отправляем в кастрюлю где у нас находится кипящее молоко то есть молоко мы ставим кипятится в это время промываем мак когда мы закинем мак в кипящее молоко убавляем огонь до слабого и будем медленно кипятить в течение примерно 20 минут теперь накрываем кастрюлю крышкой кстати уваривать можете тоже под крышкой чтобы меньше испарялась молоко и оставляете в сторонке когда немного остынет добавляем сахар и пробиваем при помощи блендера после пробивания начинка должна слегка побелеть и стать более плотной и густой ну и конечно же напоминаю технике безопасности ни в коем случае пальцем не отключенную от блендера часть не вычищаем берегите себя начинку в таком перемолотом виде оставляем остыть в горячую не вводите белок яйца пусть остынет затем введем но сейчас приступаем к приготовлению теста тесто у нас сдобная поэтому будем заводить его опарным способом берем небольшую емкость туда добавляем едва теплое молоко буквально 35 максимум 40 градусов добавляем туда немного сахара дрожжи и грамм 100 150 муки перемешиваем и оставляем до образования сверху характерной пенной шапочки опара подошла на это уходит примерно 10-15 минут обычно опару конечно же лучше оставлять в теплом месте сейчас мы добавляем оставшийся сахар яйцо целиком перемешиваем затем вы можете воспользоваться большой миской и заводить тесто в ней я же буду делать это прямо на столе в муку выливаю опару с перемешанным яйцом и остатками сахара затем добавляю туда соду соль и замешиваю тесто в самом конце когда две трети муки будет уже вмешано добавлю размягченное сливочное масло и сейчас хочу объяснить для чего вздобное тесто добавляется сода на канале вообще есть ролик зачем 7 причин зачем нужно добавить соду в тесто можете пойти и подробно все посмотреть скажу только что важно сода предотвращает привкус и запах дрожжей в готовом изделии изделие получается более мелко пористое также мы предотвращаем добавлением соды перекисание тесто и с ним гораздо удобнее и проще работать ночь новичкам и 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 даем тесто полежать буквально 5 минут еще раз вымешиваем а затем отправляем в довольно объемную миску накрываем влажным полотенцем пищевой плёнкой и или крышкой и оставляем в тёплом месте на час Тесто должно увеличиться минимум в два раза. Час прошел, тесто поднялось. Выкладываем его прямо на стол. Оно содержит довольно много масла, поэтому припылять мукой нам стол не нужно. Затем тесто нам нужно раскатать в максимально прямоугольную форму. Толщина теста должна быть не менее полсантиметра. Очень часто задают вопросы, почему лопается рулет. Причин на самом деле две. Первое, слишком тонко раскатанное тесто. Вторая причина, тесто не добродило. И также важный момент. Тесто вы можете как на воде, так и молоке готовить. Это совершенно не важно, потому что мы используем большое количество масла. И жирность молока играет ничтожную роль. Визуально делю тесто примерно на три части. И на одной из верхних частей, которая ближе ко мне, делаю небольшие надрезы. Теперь начинку. Можете оставить ее прямо в таком виде. Можете добавить сюда один белок яйца, если она у вас получится более густая. И начинку мы распределяем как раз таки на две трети теста, которое мы не нарезали. Можете оставить рулет в таком виде. Просто надрезы и скрутить рулет. Можете полностью разрезать и скрутить по два рулетика. Получатся такие как бы косички. Вариантов много. Можете декорировать абсолютно по своему вкусу. Я сейчас эти полоски теста буду как бы провязывать, подцепляя за каждую следующую полоску теста предыдущую. Вот такая косичка у нас получилась. Скручиваем рулет аккуратненько. Не слишком плотно. И теперь вот эти вот края нам нужно тщательно скрепить вот таким образом. Чтобы этот шовчик был внизу, когда мы перевернем рулет. Края тоже нам нужно тщательно скрепить. А затем вот этим кусочком теста обернуть рулет книзу. Теперь нашему рулету нужна расстойка. Оставляем его в теплом месте и накрываем. Либо влажным полотенцем, либо пищевой пленкой, либо вторым противнем. На расстойку уйдет примерно 20-30 минут. Через 15-20 минут нам нужно желток смешать с 5 граммами воды. И затем при помощи кисточки очень аккуратно смазать рулет сверху этой смесью. Отправляем рулет в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Но я поступаю немножко по-другому. Я отправляю рулет в холодную духовку. Включаю на 180 градусов. Пока духовка медленно разогревается, рулет еще чуть-чуть расстояться успеет. И выпекаю уже 35-40 минут. Время выпечки будет зависеть, во-первых, от диаметра вашего рулета. Ну, а во-вторых, от особенностей вашей духовки. Субтитры подогнал «Симон» Вот такой красавчик. Пробуем. Начинка, несмотря на то, что я не добавляла сегодня белок яйца в начинку, она, посмотрите, несыпучая. Она очень влажная, мягкая, кремообразная. Тесто – это нечто. Запаха дрожжей нет. Пробуем. Яркий, насыщенный маковый вкус. В меру сладкая. Ну, как в меру, по мне, очень вкусно. Но многие боятся большого количества сахара. Можете уменьшить. Мне нравится именно такое соотношение мака и сахара. Это очень вкусно. Он очень нежный. Маковая начинка получается вот такая вот кремовая, стабильная и очень-очень вкусная. Вот такой красавец рулет у нас с вами сегодня получился с потрясающей, кремовой, вкусной маковой начинкой. Это мой вариант приготовления. Если вы не хотите тратить время на приготовление данной начинки, Можете просто так же раскатать тесто, смазать сливочным маслом, посыпать маком и сахаром и дальше делать все то же самое. Получится немножко другой рулет, но тоже вкусный. Кто-то добавляет к этой маковой начинке чернослив или изюм. Вариантов много. Берите этот рецепт за основу, радуйте себя, удивляйте гостей. А фотоотзывы присылайте по ссылкам, которые найдете в описании. До новых вкусных встреч! Пока-пока!